Грузоподъемность и предельная масса. Что это вообще такое? Какая между ними разница? И как это вообще всё работает? Эти вопросы интересуют многих игроков, которые пишут их прямо в чат игры. И в этом ролике я попробую прояснить этот вопрос. А прояснять я буду на примере вот такого замечательного крафта. Он собран на базе кабины Кастет. Это самая легкая кабина. Она имеет всего лишь 2 тонны грузоподъемности и всего лишь 4 тонны предельной массы. И что же будет, если мы превысим эту предельную массу? Например, поставив большую пушку. Ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку игра нас даже не пустит в бой. Превышен максимально допустимый вес. Что же касается грузоподъемности, то тут всё немного более запутанно. Во-первых, у нас в игре грузоподъемность имеют не только кабины, но и колеса. Причем разные колеса имеют разную грузоподъемность. Кроме того, грузоподъемность готового крафта нигде не указана в цифрах. Есть такая совсем малюсенькая красная черточка на шкале грузоподъемности. Если же мы попробуем превзойти эту черточку, то у нас у машины сразу же падает ускорение и падает предельная скорость кабины. И это даже чувствуется в игре. Чтобы решить эту проблему, мы можем просто добавить больше колес на крафт. Другой способ это добавить более грузоподъемные колеса. В таком случае их потребуется меньше штук на крафте. Однако, если мы попробуем добавить еще груза и добавить грузоподъемность с помощью колеса, нас ждет неприятный сюрприз. Мы упираемся в предельную массу. Потому что колеса хоть и добавляют грузоподъемность, но они имеют массу, которая теперь превышает предельную массу. Чтобы решить эту проблему, можно применить двигатель. Но двигатели бывают разные. Например, двигатель от бешеных прибавляет предельную массу. Но поскольку он не прибавляет грузоподъемность, нам придется добыть грузоподъемность с помощью колеса. Лишние колеса в бою никогда не помешают. Другой вариант это двигатель скитальцев. Двигатель скитальцев прибавляет столько же предельной массы, но и при этом он прибавляет очень много грузоподъемности. И теперь уже не обязательно ставить столько колес. А сэкономив массу, мы можем прибавить еще брони. И последнее это двигатель мусорщиков. Он добавляет очень много предельной массы. И мы можем добавить еще больше брони, но нам при этом придется добавить еще больше колес. Причем намного больше. Хотя все-таки лучше все-таки поставить более грузоподъемные колеса. Ну и конечно же самый радикальный способ повысить грузоподъемность и предельную массу это просто заменить кабину на более грузоподъемную. Если же вам нужно реально много навешать брони и оружия, то вам беленькие кабины не подходят. Вам придется поставить синие, а может быть даже и фиолетовые кабины. Впрочем на это нужно больше золота и это уже совсем другая история. Всем спасибо за просмотр и удачи в игре. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok